Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня, то есть 18-го, сочельник ночью, обнаружил, что у меня 4 события дня не записались. Я их включил, видимо, ушел в храм, а тут модем отключился. И оказалось, что там ничего нет. Ну, кажется, Артюшкин зашел и подсказал. Ну, с этого начинать буду. Номер 1118, События дня, Псалом 24, 19. Посмотри на врагов моих, какой лютой ненавистью они ненавидят меня за 7 января 2019 года. Ну, а теперь что там было? За это время не найдешь ничего. Ну, у меня в архиве все есть. Вот за 7. Лидия пишет Муранова. Дорогой Игнатий Тихонович, напоминаю вам, что американцы всегда вежливы и улыбчивы, даже увольняя человека с работы. Сейчас Стив пишет мне по мессенджеру. Он в монастыре ничего не рассказывает, причина визита, с кем встреча и так далее. Также вежливо объясняет, что не сможет заехать ко мне. И продолжает вежливо приглашать к себе, обещая помощь в покупке билета. Я отвечаю. И в этом тоже можно усмотреть положительное. Не в сегодняшнем дне, а с последствиями на будущее. Вежливость в мирских вещах явление может быть положительным. Анастасия Зонова. Дорогой Игнатий Тихонович, поздравляем вас с праздником Рождества Христова. Желаем вам здравия душевного и телесного. Храни вас Господь. Поклон Володе и Надежде Васильевне. Спаси Христос за ваши ролики, которые нас просвещают и укрепляют. Отмечая с Рождеством Христовым вас всех поздравляем. Дальше я пишу. Дорогой Стив и ваша семья, мир вам во Христе Иисусе. Простите, что беспокою вас, но мне хотелось послать вам несколько новых наших фотографий. Если бы вы имели доступ к Ютубу или вообще к интернету, то вы бы посмотрели наше рождественское богослужение, обед и детский концерт. В конце одно фото. Как мы вышли на городскую площадь возле главной елки и стали раздавать Евангелие. Богу нашему слава. Еще раз поздравляю всех христиан с Рождеством Христовым. Здесь песнопение на мой стих. Младенец родился Ликой Вифлеем. Вот надо включить это и даже так вот завести и тоже получится. 1 Тимофея 3,16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, и показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мир и вознесся во славе. Младенец родился в безвестной пещере. Такое обычное дело. С тех пор та табличка нет места для черни. Две тысячи лет провисела. Кормушка скота называлась Ясли. В нее положили младенца. Кончалась ночь. В небе звезды угасли, укрывшись зари полотенцем. Потом этот будет далеким потом, и новая эра, и храмы. Пока же жилье с бессловесным скотом, Египет и смертные раны. Пока что-то ли ангелы знают об этом, и счастью сказать пастухи. Потом будут книги, восторги поэтов о том, кто прощает грехи. Младенец лежит пеленами повитой, обласканной матерью и девой. И в страхе раввин разворачивал свитки, и все истолковывал влево. Тот камень уже не рукой отрывал, а от чрева, что шире небес. И рушились троны и гибли валы, победный воздвигнулся крест. Когда-то от голода родину бросив, к полям Моавицким ушла наимень. Но срочно депешей зовет всех Иосиф. Хлеб жизни сегодня родился. Аминь. Младенец родился, ликой Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем. В ней тот, чьи сильны рамена. 2 января 1984 года. Вот тут я уже зарядил в эту систему, она перевела. Посмотрите, как куплеты. Ну, конечно, не складно так, но можно догадаться. О чем смысл-то? Я посмотрел так, в общем-то, все сохранено. Главное, тот с большой буквы, как интересно. Прошу вас, пожалуйста, сообщайте, хотя бы и кратко, на каждое мое письмо, что вы его получили. И сколько там фотографий. Мы в собрании молимся о вас, чтобы Господь Бог благословил вас приехать и побыть у нас. Эти снимки сделаны не в Потеряевке, а в городе Барнауле, в нашей крестовозвиженской общине в 2019 году. Вот это все, что я говорю, перевод на английский. Анастасия. С великим событием, Рождеством Иисуса Христа. Пусть в наших сердцах все же будет место для младенца Иисуса. И он родится в каждом из нас, озарив светом вечной жизни. Христос народився. Славимо йога. Борис Семенович. Благовествуй вам радость великую. Родился ныне вам Спаситель. Лука 2, глава 10, 11 стихи. Не унывайте в скорбях и искушениях, а утешайте себя надеждой на всегдашнюю помощь. Благодати Божией. Благодушествуйте в терпении. Друг за друга тяготы носите со смирением и чтите взаимной любовью и снисхождением. Спасайтесь о Господе. Живите в любви духовной и радости. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Поручаю себя и вас, милости Божией, с нами Бог. Вертеп пришлет невместимого всеми. И если готовится восприять жизнь вечную, якородись однись Спас, и же есть Христос Господь. С Рождеством Христовым. Рахиль. Мои дорогие братья и сестры о Христе, всех поздравляю с Рождеством Христовым. Мир вам и благодать, путешествующая Рахиль. Сергей Евтушенко выставил что-то тут ролик. С горки прокатиться на Рождество Христово. В радость старому малому. Вот я там катался и так озаглавил. Наталья, ангела Вифлегема. Кто и как празднует Рождество много в видео, совсем не по Библии. Нет той духовной радости, как осознанно понять по Библии рождение Спасителя маленького беглеца, за которым уже охотился Ирод. Вячеслав. С Рождеством Христовым, дорогой Игнатий Тихонович. Благодарю вас за то, что вы есть, что через вас Господь много сделал для меня. Да подаст вам Господь Бог наш еще долгих лет. Я отвечаю. Дорогой брат Вячеслав. Вы тоже для меня приносите радость немалую. 3 Иоанна 1.4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Исайя 8.18. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и признаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. Притча 23.24. Торжествует отец праведника и, родивший мудрого, радуется о нем. Это я говорю, какую вы мне радость приносите. Новые души отобращаются. Ксения. Дорогие Игнатий Тихонович, Надежда Васильевна и Володя, сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым. Да благословит Господь ваше святое семейство обилием духовных щад. Низкий поклон истинным проповедникам правды. С любовью и благодарностью семейства Юровых. Я отвечаю. Вы наши близкие и родные. Да будете всегда благословены Богом и Его. Андрей. Мир вам, дорогой Игнатий, отец Игнатий. Дети, ходящие в истине, это, конечно, радость. Аминь. Я не Вячеслав. Вы, наверное, ошиблись. Я за Масленникова спрашивал. Слава Христу. Ну, спрашивал, а я ему разослал всем. Ну, посмотрите, встреча какая. Я отвечаю. А вот теперь поразмыслите, почему я вам сознательно послал письмо и мой ответ, который вам и не назначали сначала. И послал эти письма индивидуально не менее полусотни человек. Зачем? И мой ответ двухлетней давности посылаю. Вот Масленников в опале у патриархийной. За что называется? 26 ноября 2016 года. Ну, вот так. Я бы песнопение это дал прослушать, но мне нельзя зайти туда. Если бы кто поднял вот этот у меня аппарат, Володя, на одно песнопение. Ну, я за кубарем тут. Посмотри. Я прямо только включу, его извините, пропоет. Он, помню, я там пел, чтобы, ну, похоже было. Что действительно, так. Сейчас я здесь вот, что-то мне надо включить. Что тут включить? Младенец родился. Сейчас. Вот, вот, вот так. Уведите запрос. Младенец родился. Младенец родился в безвестной пещере Такое обычное дело С тех пор та табличка Нет места для черней Две тысячи лет провисела Кормушка скота Называлась, а ясли в нее Положили младенца Кончалась ночь В небе звезды угасли Укрывшие сзади полотенца Младенец родился Ликвы и Фриен Дом хлеба на все времена Пещера безвестная Чудный обед В ней дочи сильны ромена Потом это будет в далеком потом И новая эра и храмы Пока же жилье с бессловесным скотом В Египет и смертные раны Пока только ангелы знают об этом И частью сказать пастухи Потом будут книги Восторги поэтов О том, кто прощает грехи Младенец родился Ликвы и Фриен Дом хлеба на все времена Пещера безвестная Чудный обед В ней дочи сильны ромена Младенец лежит Пеленами повитый Обласканный матерью девой И в страхе раввин Разворачивал свитки И все истолковывал влево Тот камень уже не рукой отрывало А чрево, что шире небес И рушились троны И гибли валы А венны воздвигнулся крест Младенец родился Ликвы и Фриен Дом хлеба на все времена Пещера безвестная Чудный обед В ней дочи сильны ромена Когда-то от голода Родину бросит К малям Мавицким ушла Наиминь Но срочной депешей Зовет всех Иосиф Хлеб жизни сегодня Родился Аминь Младенец Младенец В ней дочи сильны ромена Ну, на этом все Поехали Поехали Младенец